Сегодня исполнилось бы 95 лет со дня рождения выдающегося композитора, человека, чье имя вошло в Золотой фонд кубанской и российской культуры Григория Фёдоровича Пономаренко. В Краснодаре есть музей-квартира маэстро, филиал музея-заповедника имени Фелицина, как там будут отмечать юбилей Григория Фёдоровича. Сегодня спросим у генерального директора Краснодарского государственного историка-археологического музея-заповедника Андрея Корякина. Доброе утро. Я выговорил название. Доброе утро. Расскажите нам, какой подарок для своих посетителей подготовил музей-квартира Пономаренко в день его юбилея? На самом деле, чего-то грандиозного мы не планируем. Сам музей-квартира, он не располагает необходимой инфраструктурой, площадями, чтобы проводить какие-то торжественные фестивали и мероприятия. Изначально задача музея – это создать творческую атмосферу для посетителей. Поэтому мы подготовили небольшую юбилейную презентацию, где гости и поклонники творчества Григория Фёдоровича смогут ознакомиться с редкими аудиозаписями, телезаписями, послушать концерт артистов Краснодарской филармонии и познакомиться с его творчеством. Очень здорово. А расскажите, а как и когда появился в Краснодаре музей-квартира Григория Фёдоровича Пономаренко? Мемориальный музей-квартира появился в 2005 году, 27 февраля. История создания этого музея началась гораздо раньше. Собственно, после трагичной кончины великого композитора 7 января 1996 года было принято решение о создании такого музея мемориального. В 2002 году в музее было принято решение расположить музей на Красной 204, в квартире, в которой Григорий Фёдорович проживал с 1974 года. И конкретно с этого момента началась творческая работа научных сотрудников по созданию постоянной экспозиции Мемориального музея-квартиры Григория Фёдоровича Пономаренко. И 27 февраля в 2005 году был открыт музей и до сих пор он действует успешно. Андрей, скажите, в этом музее представлено достаточно большое количество экспонатов, но вот о каких хотелось бы вам сейчас рассказать, буквально там о паре-тройке? Основной фонд коллекции музея был предоставлен в дар вдовой и наследницей творчества Григория Фёдоровича Вероникой Ивановной Журавлёвой-Пономаренко. Это и предметы быта утворен. Это шикарная коллекция сувениров, подаренная Григорию Фёдоровичу, его поклонниками, друзьями. Самая главная часть коллекции, на мой взгляд, это письма, это документы, это записные книжки Григория Фёдоровича, это письма поклонников. Именно всё это позволяет нам проникнуть в творческий мир Григория Фёдоровича и понять, хотя бы пытаться понять, каким вот образом он творил. Скажите, а какие интересные факты из биографии маэстро вам бы хотелось вспомнить в день его юбилея? Мне бы хотелось, прежде всего, отметить дату приезда Григория Фёдоровича в Краснодар, 1973 год. И с 1974 года как раз Григорий Фёдорович проживал в квартире на Красной, 204. И для нас, для кубанцев, наверное, это основной факт его биографии, потому что именно с этого момента его творчество стало неотъемлемой частью всего того культурного наследия, которое сейчас существует на Кубани. Андрей, скажите, а есть ли ещё какие-либо даты, которые особо отмечаются в музее-квартире Пономаренко? В прошлом году мы отмечали десятилетие со дня создания экспозиции жизнетворчества Григория Фёдоровича Пономаренко. Также отмечали юбилейную дату, исполнилось 25 лет, с момента награждения Григория Фёдоровича и присуждения ему заслуженного звания народного артиста СССР. Также мы постоянно отмечаем какие-то юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной, так как Григорий Фёдорович был участником Великой Отечественной войны, и много песен, много музыки было посвящено этой тематике. Андрей, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. И давайте, наверное, ещё раз напомним зрителям, где, собственно, находится музей-квартира. Для тех, кто не знает, я права, буду, если скажу, что это красная 204. Совершенно верно, да. Квартира 80 и работает музей, соответственно, со вторника по... Музей работает всё время, кроме понедельника. Стандартно с 9 до 6. Спасибо вам большое. Информацию можно на сайте получить. Отлично, спасибо вам огромное.